Привет! 20 классных и прикольных товаров до 5 долларов уже ждут тебя в этом видео. Гаджеты тебе понравятся и пригодятся, так что смотри до конца. А еще сегодня начинается Черная Пятница. Это одна из самых больших распродаж на Алиэкспресс и не только. Тебя ждут хорошие цены и куча классных товаров. Продлится Черная Пятница с 23 числа по 26 включительно. Так что если тебя устраивают цены, то успей закупиться. А также в конце видео будет всем полюбившийся конкурс с денежным призом. Ставь лайк и давай смотреть! Зарядные устройства для автомобилистов. Данная зарядка имеет 3 USB разъема, поэтому одновременно может заряжать несколько устройств. Подключается она через прикуриватель. Максимальный выходной ток на каждом разъеме разный. От 1 А до 2,1 А. Поэтому при подключении своего устройства обращайте на это внимание. Проводная мышка с 3200 DPI и с 3D подсветкой. Компьютерная мышь имеет две основные кнопки и две боковые, которые можно использовать, например, для смены типа снаряжения ввод, а также кнопка смены значения DPI, расположенная над роликом. Эта кнопка особенно полезна для тех, кто играет в стрелялки, когда при выстреле из оптики нужно быстро уменьшить чувствительность мыши. При подключении к компу на мыши загорается рисунок в виде какой-то схемы. Конечно, мышка сделана не для профессиональных команд Navi или OG, но для обычных пользователей, которые хотят сэкономить, отлично подойдет. Чтобы выгодно закупиться в черную пятницу или в любой другой день, я рекомендую вам пользоваться кэшбэком. Вот этим проверенным кэшбэком SmartySale. Он уже давно на рынке и является одним из лучших. С помощью SmartySale вы будете возвращать часть денег с любой покупки в интернет-магазинах. Например, с AliExpress вы получите назад 5% от стоимости вашего товара, а с GearBest аж до 50%, так как сейчас акция у GearBest, а также с кучей любых других магазинов в вашей стране и за рубежом. У SmartySale очень простая регистрация и есть приложение для браузера для удобной активации кэшбэка, а также у них очень низкий порог вывода денег. И еще и без комиссии, на любые счета, да хоть на мобилку. Еще они раздают купоны и промокоды для выгодных покупок. Хотите по максимуму сэкономить из покупок в любых интернет-магазинах? Регистрируйтесь в SmartySale, устанавливайте приложение и экономьте деньги на здоровье. Bluetooth гарнитура. Будет полезно как тем, кому срочно нужно поговорить за рулем во время езды, так и тем, кто просто не любит высовывать телефон из кармана. Например, в зимнее время года. Время работы во время разговора составляет от 4 до 6 часов, а во время прослушивания музыки 4 часа, хотя кто слушает музыку одним ухом. Стереонаушники на молнии. Стильные вакуумные наушники стилизированы под застежку, которая может регулировать расстояние между проводами. Теперь провода не будут запутываться между собой, а сами наушники можно использовать как гарнитуру для разговоров по телефону. Цвет каждый может выбрать себе по вкусу из шести возможных. Удобная сумка для организации мелких вещей. Крепится на спинку переднего сидения с помощью перекидного ремешка. Здесь есть отделение для бутылок с водой 0,5 литра, застегивающийся кармашек для ключей, чтоб не потерялись. Отделение для смартфона, планшета и других предметов, которые владелец авто захочет положить. Главное, что теперь эти вещи не будут валяться по всему салону. Нестандартная открывашка. Прекрасный подарок для мужчины, который любит играть в карты и пить пиво. Карта из металла станет амулетом и в то же время ей можно воспользоваться на случай того, если друзья пригласят на бутылочку пива. Светильник для улицы. Это не только красиво в темное время суток, но и очень практично. Устройство может устанавливаться как в саду, так и на лестнице, ведущей к дому. Даже если электрическое питание в районе станет недоступно, светильники будут продолжать свою стабильную работу. Подсветка на бейсболку. Вечернее время заниматься спортом, лазить по горам и сидеть в ожидании крупного улова будет приятнее, если будет хорошее освещение. Фонарь не всегда будет уместным, так как чаще всего его нужно держать в руках, а это неудобно ни во время рыбалки, ни при активном отдыхе. Подсветка из светодиодов легко крепится на бейсболку и обеспечивает человека стабильным освещением. Липкий коврик. Этот небольшой силиконовый коврик имеет липкую поверхность двух сторон. Одной стороной крепится на торпеду автомобиля, а на вторую сторону можно лепить мелкие предметы, такие как GPS-навигатор, флешка, монеты, зажигалка, ключи, телефон и тому подобное. Приобрести их можно в семи разных расцветках. Автомобильный стетоскоп. Большинство владельцев автомобилей используют данный гаджет для выявления неисправностей в двигателе или вращающихся парах. Диагностика проводится виброакустическим методом, при которой рабочий щуп соприкасается с двигателем на холостом ходу, в результате чего по стуку или шуму можно выявить некоторые неисправности. Стоимость такого стетоскопа невысокая, а вещь в хозяйстве довольно полезная. Геймпад для игр на смартфонах. Данный гаджет будет полезен тем, кто частенько играет в игры на смартфоне, работает он на смартфонах под управлением iOS или Android. Геймпад имеет кнопку включения-выключения, джойстик, клавиши переключения OS, а также две кнопки для выполнения действий персонажем в играх. Помимо игр данный гаджет можно использовать для автопортретной съемки. Производитель заявляет, что аккумулятора хватает на 40 часов работы. Приколюхи для организации компьютерного стола. Если вам надоела куча спутанных проводов от различных USB зарядок и прочих устройств, которые заполняют ваш рабочий стол, то данный гаджет для вас. Это клипсы на липучках с отверстием под провод, которые позволяют организовать рабочее место таким образом, чтобы оно не было похоже на бермудский треугольник. Все провода будут аккуратно распределены по компьютерному столу. Нагреватель кружки. Гаджет был создан для очень занятых пользователей компьютеров. Он позволяет подогреть жидкость в кружке или в миске. Если таковая ждет вас, пока вы набиваете фрага, вот. Максимальная температура подогрева неизвестна, но закипятить воду точно не получится, а вот слегка подогреть возможно. Стойка для микрофона. Небольшая тренога позволит удобно разместить микрофон во время записи стримов игр или видео на YouTube. Она легкая, поэтому ее можно брать с собой на различные конференции. Головка на треноге может вращаться вокруг своей оси. Ее стоимость составляет чуть больше 4 долларов. Недорогой мини-микрофон. Этот микрофон подойдет начинающим YouTube-блогерам, у которых нету достаточных средств для приобретения качественной звукозаписывающей аппаратуры. Он не нуждается в дополнительной настройке, так как в его конструкции предусмотрен держатель. Гибкий штатив позволяет изгибать микрофон как удобно для установки удобного положения. Подключается микрофон через USB-кабель. Держатель на руку для телефона. Для многих пробежки по утрам или вечерам являются неотъемлемой частью жизни. Для того, чтобы телефон не телепался в кармане, а слушать музыку было удобнее, можно поместить устройство в этот наручный чехол. Он водонепроницаемый и подходит для телефона в размерах от 4,7 до 5,5 дюймов. Объективы для смартфона. Данный объектив имеет три насадки – рыбий глаз, который делает фото выпуклыми, макрообъектив для макросъемки и широкоугольный, который увеличивает угол обзора камеры и позволяет увеличить количество объектов, попадаемых в объектив. Клипсообъектив подходит для iPhone 4,5,6 и для телефонов Samsung S4, S5, Note 2 и других. В общем, для многих телефонов подходит. Оптика здесь не супер, но все-таки улучшает качество фотографий, сделанных с телефона. Водонепроницаемая колонка. Этот гаджет специально для тех, кто любит танцевать и петь под музыку в ванне. Все же так любят делать, правда? Колонка синхронизируется со смартфоном через Bluetooth-соединение. Она оснащена пятью клавишами, включение, две для перелистывания треков, пуск-стоп и прием звонков. При этом в портативную беспроводную колонку вмонтирован микрофон, так что можно принимать звонки и общаться с помощью него. Емкость аккумулятора составляет 400 мАч, что обеспечит работу колонки приблизительно на 5 часов. Нож-попугай. Это компактный складной нож, который предназначен для очистки фруктов и овощей. Такой ножичек удобно носить в кармане, так как он занимает мало места. При необходимости его можно пускать в ход, когда сорвали вкусное яблоко, в котором червячок, или подгнившая часть. Птичка есть в синим, желтом, салатовом и оранжевом цветах. Стоит она всего 2,5 доллара. Щетка для овощей. Изготовлена из полимерного материала и имеет с двух сторон пупырышки. Пупырышки удобно очищают тонкую кожуру с молодого картофеля, моркови и других овощей. Также щетку можно использовать для закрутки или открутки каких-нибудь банок, пузырьков и бутылок, так как она не скользит в руке, как тряпка. Чудо-кисть для очистки стальных предметов. Для очищения кастрюли от жира и нагара придуманы нержавеющие терки. Использовать их неудобно, особенно женщинам с красивым маникюром. Китайцы пришли на помощь и сделали палочки из нержавейки с держателем. Они также прекрасно справляются с загрязнениями, как привычные нам инструменты, но зато держать их в руке будет намного удобнее. Портативные устройства для запайки пакетов. Инструмент из пластика позволяет самостоятельно запаять пакет с продуктами, чтобы сложить его в холодильник. Использовать механизм удобно для тех, кто делает заготовки на зиму в виде замороженных фруктов и овощей. Покупать специальные пакеты совершенно не обязательно, можно запаять любой, сделав из него удобные хранилища. Так как запающик небольшой, то его можно брать с собой на дачу, где обычно процесс заготовки и происходит. Диспенсер для колы и других напитков. Такой себе самовар для колы. Оригинальная подача напитков во время празднования детского дня рождения. И не только детского, так как взрослые тоже любят пользоваться интересными штучками. Наливать газированные напитки будет интересно, так как для этого нужно будет нажимать рычаг. Всего одно действие, вместо того, чтобы откручивать пробку, наливать и снова закручивать пробку. Устройство очень простое и прикольное. Шагомер. Нет смысла покупать смарт-часы или фитнес-браслет, если есть необходимость только в измерении количества шагов во время бега. Очень удобный в использовании шагомер подсчитает самые важные. Если вам не нужны дополнительные функции, такие как часы, количество потраченных калорий, биение сердца и так далее, то есть смысл приобрести обычный шагомер. Крючки для сумок и пакетов. Порой напрягает в машине то, что сумки и пакеты нужно ставить на пол, после чего они естественно пачкаются. Однако, если прикрепить на спинке передних сидений такие крючки, то проблема сразу решается. На них свободно можно вешать пакеты с едой, школьные рюкзаки и сумки. Манометр. Никто не любит ездить на спущенных колесах, поэтому важно регулярно проверять давление в шинах в нужный момент, подкачивая их. Данный цифровой прибор позволит проверить давление в шинах на автомобиле или мотоцикле. Использовать его очень просто. Надел поднипель, включил прибор и на экране покажет, сколько атмосфер в данный момент вкачано. Флешка. Покерная фишка. Данный носитель можно приобрести с объемом памяти от 4 до 64 гигабайт. Выглядит он в виде покерной фишки с надписью «Покер Стар». Отлично подойдет любителям этой игры, да и вообще всем геймерам и азартным игрокам. Очки виртуальной реальности. Все мы помним картонные очки виртуальной реальности, созданные гуглом для смартфонов. Здесь на Алиэкспресс их можно купить всего лишь за пару баксов. Они приходят в разложенном виде, после чего их нужно будет сложить. Замечу, что складываются они проще самолетика. Кстати, для этих очков уже разработано несколько десятков приложений. Отбеливатель зубов. Такой способ оценят те, кто любит использовать различные новинки в области красоты. Светодиодное освещение, по мнению китайцев, нужно использовать не только для основной задачи, но еще и в целях отбеливания зубов. Вот только понять эффективность этого метода можно только путем проб и ошибок. Портативный универсальный пульт. Хотя телевизорами сейчас пользуются не так часто, как компьютерами, необходимость в пультах еще осталась. Универсальный пульт, выпущенный китайцами, обещает быть совместимым с любой моделью телевизора. Речь идет не только об импортных ТВ, но и для отечественных, во время производства которых о пульте даже не слышали. Трудно сказать, верить ли тому, что этот пульт действительно будет универсальным, но чего только китайцы не придумают. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Условия очень простые. Нужно быть подписанным на канал, поставить лайк и написать в комментариях парочку любимых YouTube каналов, которые вы смотрите и любите. Я скоро буду проводить стримы с розыгрышами призов, и чтобы их не пропустить, обязательно нажимайте на колокольчик, а также делитесь этим видео с друзьями. Я вам буду благодарен. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok